Лома-Линда не может похвастаться живописными пейзажами, роскошными вилами или туристическими достопримечательностями. Уникальность городка, раскинувшегося в долине Сан-Бернардино, в долголетии его жителей. Средняя продолжительность жизни мужчин – 89 лет, женщин – 91 год. Население города – 23 тысячи человек, 13% которых разменяли уже второй век. Обитатели, так называемые, блюзоны – это не просто долгожители, они еще и здоровее других американцев. Население Лома-Линды практически на 80%, болеет меньше раком легких и менее подвержено другим видам онкологии и сердечным заболеваниям. Город был основан еще в начале 19 века, спустя столетия. Сюда пришли адвентисты седьмого дня во главе с одной из основательниц этой церкви – Элен Уайт. С того самого момента жизнь в городе резко изменилась. У Элен Уайт было видение, что на земле есть такое место посреди зеленых холмов, где все больные могут излечиться, и вместе со своими последователями она начала искать такое место и нашла его здесь. Адвентисты построили в городе церковь, университет и больницу. Они вкладывали в медицину и исследования огромные деньги. Именно здесь, рассказывает доктор Роджер Хедли, который уже почти полвека работает в местном медицинском центре, была проведена первая операция по пересадке сердца младенцу. Мы лидеры по пересадке сердца детям до года. Кроме того, многие не знают, но мы лидеры по лечению змеиных укусов. Почти 60 лет мы занимались исследованиями и лечением укусов змей и пауков. Мы были первым медицинским центром, который использовал протонную терапию, как метод лечения рака. На прилавках магазинов здесь, как правило, только полезная еда в свои неполные сто, мирно два раза в неделю ездит за продуктами сама. Говорит, чтобы долго жить, надо работать в меру, правильно питаться и много двигаться. И, конечно же, сон. Он тоже очень важен. Как большинство адвентистов, мирная вегетарианка, последователи этого религиозного течения, как правило, не курят и не употребляют алкоголь. В центре города, кстати, запрещена продажа напитков с кофеином. На территории университета и больницы не продают мясные блюда. Но сами ломалинцы говорят, что долголетие – это не только полезная еда. Секрет долголетия не просто в диете и спорте. Люди, которые пытались понять секрет, пришли к выводу, что это больше, чем просто питание и занятие спортом. Ведь многие люди в обществе придерживаются этого. Уникальность наших жителей в том, что мы все помогаем друг другу. Кроме всего, один день в неделю мы выделяем для отдыха. Весь этот день мы проводим с семьей. Как правило, в неделю у ломалинцев три выходных дня. Но именно субботу они посвящают только семье. Адвентистам запрещено заниматься даже домашними делами в это время. Потому, говорят, тут разводы в Ломалинде – явление редкое. Город может похвастаться большим количеством полных семей, что, по мнению ломалинцев, тоже продлевает жизнь, делая ее счастливой и наполненной смыслом. Ангелина Богдасарян, Васген Варжебетян. Настоящее время. Америка. Ломалинда.